И, Владимир, ваше мнение. Вы тоже ждали Дюмина? Вы ждали, что он как-то должен всё-таки всплыть во всём этом раскладе? Ну, я не могу сказать, что я являюсь почитателем и поклонником охранников Путина, диктатора Путина. Конечно, у Дюмина есть определённые претензии, притязания. Он был в очень хороших отношениях с Евгением Пригожным, с Дмитрием Муткиным. Он тогда был заместителем министра обороны и руководил силами специальных операций. И, конечно, все вот те события июня прошлого года, они говорили о том, что вполне возможно в результате вооружённого мятежа им удастся скинуть Сергея Шойгу, и тогда бы они пришли к власти и в Министерстве обороны, и в ФСБ России. Но этого по определённым причинам не произошло, и сейчас его отправили, по сути, на скамейку запасных. Патрушева убрали за то, что не смог разрулить вовремя конфликт с Пригожиным, и между Пригожиным и Шойгу он, очевидно, ушёл на повышение. Да и, в принципе, и Шойгу тоже ушёл на понижение, точно так же лишившись руководства российской армии на такую почётную должность свадебного генерала. Только если тот же самый Патрушев просидел в совбезии с 2008 года, то у Шойгу, конечно, такой возможности 17 лет находиться там не будет. Это такая временная должность, чтобы он не оказывал сопротивления, пока ФСО и ФСБ будут зачищать Министерство обороны. А что касается, ещё раз вернёмся к Дюмину, он будет сидеть на скамейке запасных ровно столько, сколько понадобится. Может быть, он пойдёт на повышение, а может быть, он там и останется, и оттуда уйдёт потом в бизнес. Мы давайте с этой скамейкой всё-таки ещё раз разберёмся. Вот он сидел себе губернатором Тульской области. Ну и сидел бы, и сидел. Зачем всё-таки понадобилось его поближе к Москве-то перетащить этого Дюмина? Возможно, как раз, чтобы в период турбулентности, когда начнут происходить отставки, он именно находился в таком кадровом резерве. Потому что очевидно, что помощники и советники так называемого президента, сути диктатора, это те, кто находится на скамейке запасных. Кому сегодня не доверяют руководству, министерствам или какой-то серьёзной структурой, но при этом их не хочется совсем отдалять, отстранять от власти, превращая их в очевидных оппонентов. Это такая как бы надежда на возможное повышение в должности. Но ещё раз, это надежда, и для большинства помощников и советников эти надежды являются тщетными. Владимир, а как бы нам вот эту логику всё-таки установить почётче? Вот этот Дзюмин, который был охранником, постельничим, как называют его пастухов, которого отправили губернатором Тульской области, который действительно был связан, мы помним, что была вот эта связь с Пригожиным, дружбой и так далее, и так далее, с Уткиным. Почему-то он не пострадал, его он не был сослан, как Суровикин, которого Ксения Собчак возвращает 15 мая обратно в Москву. Он не был сослан, он ничуть не пострадал. Сейчас его отправляют в Москву. Так всё-таки доверие к нему, как к постельничему, сохраняется у Владимира Путина? Да, конечно. Он вовремя предал тех, с кем вступал в определённые договорённости. Речь идёт про Пригожина, про Суровикина. Суровикин наломал гораздо больше дров, чем Дюмин. Дюмин просто был в контакте с Пригожиным и Суткиным, и с Суровикиным, но не предпринимал никаких действий. Если мы вернёмся к событиям весны 2023 года, то мы вспомним, как один из ближайших друзей Дюмина, Роман Гаврилов, генерал и тоже бывший сотрудник ФСО, который вместе с золотом уходил в Росгвардию, как он появлялся вместе с Евгением Пригожиным, как один из его якобы заместителей во время поездок на оккупированных территориях. И в какой-то определённый момент, весной 2023 года, Пригожин начал расправлять плечи, потому что он почувствовал, что если за ним Гаврилов, если Дюмин у них на звонке, то за ними ФСО, и, соответственно, они могут посылать на три буквы и Герасимова, и Шойгу, и уж тем более Цаликова с Ивановым. Но в какой-то определённый момент, когда начался вот этот жёсткий сценарий, в котором, очевидно, Сергей Суровикин принимал активнейшую роль, потому что именно он, будучи одним из заместителей министра обороны, заместителем командующего объединённой группировкой войск, он, конечно же, блокировал целый ряд подразделений Вооружённых сил России и дал возможность ЧВК «Вагнер» захватить штаб Южного военного округа. По сути дела, это было предательство с точки зрения военного дела. Поэтому он в опале, поэтому он за пределами Российской Федерации, поэтому в отношении него приостановлены расследования, не прекращены, а приостановлены. И вполне возможно, в любой момент постановление о прекращении будет отменено, и он опять станет фигурантом этого дела о вооружённом мятеже, потому что как минимум два заместителя его дали на него соответствующие показания, уличив его во взаимодействии с Уткиным и с Пригожным. А Дюмин как раз с Гавриловым, они оказались 23 июня, абонент не абонент, они не брали телефонные трубки. И как раз вот когда колонна начала двигаться в сторону Москвы, Дюмин был один из тех, кто, по сути, отказались от какой-либо дружбы, общения и уж тем более поддержки того, что устроили Пригожин, Суровикин и Уткин. Он выбрал, очевидно, Кремль, верность своему хозяину, и за это он обласкан. Поэтому к нему такое хорошее расположение. Поэтому его пригласили сейчас в администрацию Путина, забрав его из Тульской области, где огромное количество локальных проблем. И, честно говоря, быть губернатором в военное время в России – это такая расстрельная должность, где плюсов с точки зрения федералов ты не можешь заработать, а шишек набить можешь. Но вот он ушел, очевидно, с такой позитивной повесткой на скамейку запасных. Кем его могут назначить? Директором ФСО, директором ФСБ, первым заместителем министра обороны. Покажет время. Но, очевидно, для чего-то он Путину нужен. Для чего увидим в течение, наверное, одного календарного года. Вот чтобы уже покончить, Владимир, с этой военной группой, значит, вы не думаете, что верна информация о том, что Суровикин 15 мая вернется в Москву, потому что ждут его не самые веселые вещи, по всей видимости. Вы не думаете, что эта информация точная? Нет, я не то, что не думаю. Нам прислали аудиозаписи, часть элементов, из которых мы опубликовали. Это разговоры всем известного пропагандиста Владимира Соловьева. Телефонные переговоры и аудиосообщения с женой Сергея Суровикина, Анной. Так вот, он там ее пытается успокаивать. Он говорит о том, что целый ряд людей, он называет Сергея Чемизова, Денис Мантуров и Владиленович, ну, можно предположить, что это Сергей Владиленович Кириенко, что вот они являются какими-то ходоками наверх с тем, чтобы сменить гнев на милость, и с тем, чтобы Суровикина каким-то образом помиловали и вернули обратно в Россию и на какую-то должность. Но мне кажется, что для Владимира Путина Сергей Суровикин является самым настоящим предателем. Вот мы недавно посмотрели фильмы Марии Певчих «Предатели». Там это можно, знаете, как сову на глобус, можно так условно кого-то там в чем-то подозревать. А здесь очевидно, когда действующий военный начальник помогает Прокси ЧВК «Вагнер» разоружить и захватить штаб объединенной группировки войск, ну, что это, если, конечно же, в военном смысле не предательство. Поэтому здесь, ну, очевидно, за него похлопотали, его, как Евгения Пригожина, публично не казнили у всех на виду и не взорвали там в автомобиле или в самолете. Но при этом держит его на огромной дистанции и вряд ли он в обозримом будущем сможет снискать какое-то, не знаю, там, прощение, снисхождение у Владимира Путина. Хотя, судя по тому списку, о котором Соловьев говорил, о Анне Суровикиной, но список ходоков за Суровикина достаточно большой и тем самым интереснее будет посмотреть на развитие событий. И теперь мы больше понимаем про расстановку сил и кто на чьей стороне. Очевидно, что Белоусов — это Ковальчуки, а как раз Чемезов и Мантуров — это как раз история с Суровикиным. Но в данном случае очевидно, что у Чемезова с Мантуровым и с Кириенко гораздо меньший бицепс в нынешнем, в этой схватке, чем у Ковальчуков. Да, и будем считать, что Ксения Собчак, которая публиковала информацию о его прилёте 15 мая, выдала за действительно желаемой вот этой группы ходоков. И вот я ещё раз говорю, чтобы покончить с военной группой, потому что мы перейдём к очень любопытной гражданской группе, Цаликов, которого сегодня сделали заместителем Шойгу в Совете Безопасности. Это значит уже, он не то, что не подсуден, но он тем самым открышевался от тюрьмы, его больше трогать не будут. Да, в какой-то момент это такая индульгенция. Руслан Цаликов был долгое время заместителем Шойгу в МЧС, потом перешёл вместе с ним в губернаторство. Московской области был первым заместителем губернатора. А Тимур Иванов, нынешний обитатель Сидоли Фортова, он был у них председателем правительства Московской области. Соответственно, потом эта троица ринулась в Министерство обороны. Там они, выражаясь языком, сейчас это ещё раз, это не мои термины, это термины нового министра обороны России Андрея Белоусова. Он такие экономические термины на одном из форумов применял. Значит, они там крысили, хрюкали и копытили. В общем, вот это вот персонажи обелечивали Министерство обороны. Но в какой-то определённый момент, видимо, Путину эта история, очевидно, надоела. И дальше была разработана целая спецоперация, что сделать так, каким образом убрать Шойгу и Цаликова от руля Министерства обороны и при этом не получить рецидив истории событий вооружённого мятежа 23 июня прошлого года. Потому что одно дело всё-таки это сносить Пригожина, и это можно сделать. И другое дело попытаться задержать или арестовать министра обороны и первого заместителя, когда под их контролем большая группировка войск. И, конечно, войска гораздо мощнее, чем ФСБ, ФСО и Росгвардия вместе взятые. Поэтому наш источник сообщал ещё до майских праздников, что разрабатывается целая спецоперация. И очевидно, что Шойгу с Цаликовым предложили какой-то вариант такой почётной пенсии с тем, чтобы потихонечку без повтора рецидива вооружённого мятежа уже со стороны армии их оттуда выкурить из здания на Фронзенской набережной. Очевидно, что им пообещали должность вот этих свадебных генералов, которые на самом деле в России ничего не значат. Потому что Патрушев был влиятельен как секретарь Совбеза только потому, что он бывший кадровый офицер КГБ и ФСБ, и ФСК. И потому что у него огромное количество связей, контактов и тех майоров и полковников, которые благодаря близости к Патрушеву стали генералами ФСБ. То есть у Патрушева было мощное влияние на ФСО и ФСБ. У Шойгу с Цаликовым это настоящие свадебные генералы, потому что из Минобороны они уходят по-плохому. Целый ряд их заместителей и ближайших начальников задерживают, арестовывают, сажают. И они сейчас будут давать показания. В армии их не уважают и во многом презирают и ненавидят. В ФСБ по понятным причинам у них нет никаких завязок. Поэтому они будут на этой должности какое-то время. Точно так же, как вспомните, Пригожину кинули кость, пообещали, что он будет тренировать белорусские спецслужбы. В Африке у него все сохранится. Его убили через два месяца. Вот здесь, мне кажется, вот эта история с Шойгу и с Цаликовым, это ровно про это. На глазах у всех сейчас обезглавливать полностью российскую армию и сажать их в тюрьму и армии показывать, что у них все руководство было воровайками, укравшими миллиарды. Ну, наверное, это будет демотивирующе для Путина, для его солдат и младших средних офицеров. Поэтому им пока предложили вот эту вот позицию. Но, как сообщил нам источник, скорее всего, для Шойгу календарный год пройдет. И вот в течение этого года наш источник, ну так он с иронией сказал, с сарказмом, они встретятся с Евгением Пригожным. Ну, понятно, что с ними может произойти. Спасибо. Поэтому я думаю, что здесь Цаликов и Шойгу, они пробудут меньше года, там, какое-то небольшое количество времени на этих позициях. А когда уже Белоусов и ФСБшники войдут во вкус, вот когда они возьмут, прошу прощения, когда они возьмут под контроль полностью Министерство обороны, очевидно, что сейчас ФСБ и ФСО выиграют в этой схватке, и они замещают целый ряд клана Шойгу, тогда уже в течение года-полутора с ними что-то произойдет. Хотя, еще раз подчеркну, вполне возможно, что и до конца этого года Руслан Цаликов станет одним из, не знаю, сокамерников соседей с Тимуром Ивановым. Вам вопрос, действительно ли, как вы считаете, в этой думе, ну, побаиваются эту семейку? Там действительно симпатия относится и уважением к работе Дмитрия, как министра сельского хозяйства? Или все-таки вот элемент страха в этом голосовании присутствует? Очень хороший вопрос. Ну, как все в думе происходит? Там же нету каких-то свободных голосований, где каждый из депутатов принимает решение сам. Сначала их собирают руководители так называемых фракций, тех, кто, в свою очередь, встречается перед этим с представителями ФСБ, администрации президента, представителями правительства. И там происходит сначала это согласование, а дальше уже потом руководитель фракции доводит позицию, политику партии до депутатов, за кого и как голосовать. И вот, соответственно, здесь по Патрушеву, ну, очевидно, что и ФСБ, и администрация Путина, они довели очень доходчиво до руководителей фракций, что шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте будет равносилен. Значит, вход уже пойдет, весь механизм по линии ФСБ, по линии силового блока. Это касается и Дениса Мантрова, ставленника Сергея Чемезова, одного из ближайших силовиков к Путину, который рулит сейчас военпромом. Это касается и Патрушева, и вот третьего, там, Чернышенко. Но это вот те креатуры, у которых есть мощное лобби, и во всех фракциях у них полный контроль, фулл хаус. Это говорит об этом. Это говорит о том, что у них все ок по административному ресурсу, и здесь какого-то инакомыслия не допущено. Ну и действительно, какой депутат бы рискнул бы пойти против сына Николая Патрушева, у которого каждый второй генерал на Лубянке, это его ставленник, его протеже, его коллега, его единомышленник. Ну, им очень легко, как бы, силовикам-то. У них их немного, а ресурсов в России много. Поэтому они между собой очень дружно договариваются и пилят вместе все это в угоду себе и в минус народу. Ну, а тем более, ну, Патрушев, Патрушев, это один из тех, кто закручивал гайки, помогал Путину создавать нынешний тоталитарный режим, бороться, расправляться с оппозицией, с независимыми медиа, с правозащитными организациями. Ему благодарность за его службу дают возможность его сыну расти по карьерной лестнице, занимать руководящие позиции в правительстве. Ну, такая опричнина и дорожная карта. Если ты помогаешь диктатору, хорошо служишь, идешь по головам, сажаешь невиновных и так далее, значит, твои дети будут обласканы, будут ездить на машине с мигалками, будут защищены, будут обеспечены и богаты. Они что, ну, совсем же не скрывают своих отношений вот в этой маленькой семье Ковальчуковской? Ну, а зачем им вообще что-то скрывать? Если, позвольте, я сначала про Цивилёва добавлю от себя немножко. Значит, это действительно человек, который является дальним родственником Владимира Путина. И очевидно, что это не протеже самого Владимира Путина. Ему плевать на Цивилёва. Это протеже той самой, если хотите, Екатерины Третьей или Екатерины Первой, дочки Владимира Путина, которая является сегодня таким серым кардиналом и в чём-то повторяет, наверное, опыт и судьбу Татьяны Дьяченко, нынешней Татьяны Юмашевой. То есть она с папой общается непосредственно, вы считаете, по деловым вопросам? Нет, это не просто непосредственно, это 100%. То есть Маша нет, а Катя да. У нас один из... да. У нас именно по деловым вопросам очень много. У нас один из наших источников из ФСО присылал нам скриншоты с экрана, когда как раз управление спецсвязи ФСО организовывало на регулярной основе переговоры того самого Андрея Белоусова, который был первым вице-премьером с подружками Катерины и самой Катерины. И там всё подписано имя, фамилия двух других дам, подписано Белоусов А.Р. Андрей Ремович. А Катерина просто подписана как Катерина, и она для всех в ФСО уже там последние целый ряд десятков лет. Это Катерина. Это когда-то она была девочкой, а теперь она выросла, и теперь она является, пожалуй, самым влиятельным человеком сегодня в России, который ближе всего к Владимиру Путину, и к ней он прислушивается. А Катерина думает о своём будущем. Она прекрасно понимает, что папенька её недолговечен, что всё это скоро закончится. И поэтому гораздо важнее сегодня семье надёжных людей, с которыми у них тёплые, дружеские или родственные узы и связи и отношения, их продвигать максимально, с кем она останется потом, после того, когда вдруг что-то с её отцом произойдёт. И в данном случае, конечно, один ближайший человек к ней руководитель теперь российской армии, другой управляет энергетикой, и, конечно же, благодаря этим связям Катерины, Цивилёвой и так далее, они будут продвигать интересы своих ближайших друзей в этом энергетическом бизнесе, в сфере энергоресурсов. Они делают такой задел на будущее. Они тоже хотят стабильности и хотят в постпутинской России, но как минимум жить безбедно. Опять же, у них дорожная карта с Валентином Юмашевым и с Татьяной Дьяченко перед глазами. У них есть хороший урок. Ну, давайте к Борису, к свеженькому председателю счётной палаты Борису Ковальчуку. Ковальчуков, ну что, всё очевидно. Ближайшие люди становятся смотрящими за финансами. Один Ковальчук рулит деньгами, другой подсчётом этих денежных средств. Всё очень хорошо. Всё складывается. У них всё есть, им за это ничего не будет. Они ни за что не отвечают. Самое плохое, что происходит, это происходит по линии армии во время войны, по линии МВД и так далее. А счётная палата, ну какие там могут быть минусы? Только плюсы. Сиди, считай. Кто им угоден, посчитают так, что он будет в замечательном отчёте указан как человек, который пойдёт на повышение. Или наоборот, кто-то что-то сделает клану Ковальчуков не так, счётная палата тут же обнаружит большое количество недосчётов, хищений и так далее. И за ним уже придут люди и отведут его в тюремную камеру. Отличный рычаг этот клан получил. Спасибо, Владимир. Сохранится ли Кириенко на своей должности. И результаты опроса, Владимир, мы вам сейчас предоставляем. Продолжит ли Шойгу встречаться с Путиным в тайге? Пойдут ли они снова в тайгу? Да, считают 26%. Нет, считают, прекратит Путин с ним ходить в Шойгу 40% и продолжит, но тайно 34%. Вы бы как ответили на этот вопрос? Я проголосовал. Я сказал, что нет, не продолжит. Теперь он уже в этом плане сбитый лётчик. Всё. А с кем же он теперь, подождите, он тогда вообще не будет теперь ходить в тайгу? Или найдёт себе пару? А, всё, да, с тайгой закончили. Только с Шойгу и с тайгой закончили. Я думаю, что больше Шойгу в тайгу Путина не затащатся. И никто не затащит силу. По Минобороне сейчас буквально в ленте появилась новость вот этого говорящего голову Министерства обороны. Коношенкова. Глава группы Шойгу, Коношенкова. Да, всё, он подал рапорт об отставке. Да ладно, ну это здорово. Прямо во время нашего эфира. Мы довели его. Как теперь российская армия будет узнавать сама о своих победах, непонятно, в общем. Если только Ирину Волк они там заманят к себе. Я не знаю, кто хочет поставить по уровню. Ну, у Следственного комитета же женщина сколько лет озвучивает их достижения и подвиги. Так что да, женщина... Ну, с таким лицом, если она придёт в Министерство обороны, всё станет грустно. Да, должно быть что-то позитивное. И ваш прогноз всё-таки, судьба Кириенко. Это временно его оставили, сохранили? Или всё в порядке? Вот как говорит Андрей, работает, значит, пусть всё работает. Худо-бедно работает. Нет, то, что сделал Сергей Кириенко с оппозиции за последний год, как они использовали силу оппозиции против неё самой, он же сделал против всех нас такое одно сплошное айкидо. Они разработали проект, вовлекли в эту историю Бориса Надеждина, опытного человека, который с Кириенко очень долгое время работал. И, кстати говоря, Надеждин уходил из помощников Бориса Немцова, в помощники Сергея Кириенко. В то самое время, когда Сергей Кириенко был вице-премьером и потом премьером, и именно Кириенко за руку приводил никому неизвестного Владимира Путина на Лубянку и представлял как нового директора ФСБ России. Кириенко был у руля тех самых решений, когда Путин шёл во власть и шёл в Кремль. Путин это, конечно, помнит, ценит и использует его по назначению. В данном случае Кириенко — это такой, по-русски, если вам позволите, это подонок, это человек, который когда-то был демократом, и которому люди верили, и который потом это разменял, предал. Уж кто и является предателем демократической идеи, это как раз Сергей Кириенко, который стоял у руля Росатома, разрабатывая новые виды атомного оружия, и который сейчас помог Путину и использовал силу какой-то части либералов этой первой волны для того, чтобы имитировать вот эти псевдовыборы, чтобы выстроить какие-то очереди, чтобы для Запада была картинка, что всё-таки это был не фарс, а это были выборы, где действительно всё было демократично. Люди приходили, но, к сожалению, извините, тех, кто за Путина, их больше оказалось, чем тем, кто против Путина. А в то самое время они убили как раз Алексея Навального. Поэтому для меня это, конечно, подлец, а подлецы с этим нынешним отбором, они растут, и они там нужны.